Добрый день, дамы и господа! Одесский кризисный медиа-центр продолжает свою работу. Тема следующего брифинга – актуальные вопросы решения проблемы рака молочной железы. У нас заведующим амологическим отделением Одесского областного онкологического диспансера Иван Лукьяненко. 20 октября отмечается всеукраинский день по борьбе с раком молочной железы. И насколько это актуальная проблема, которая в настоящее время имеет место в том числе среди жителей нашего региона – Одесса и Одесской области. То есть наш регион на сегодняшний день занимает первое место, делит его с Симферополем и Киевом по заболеваемости на рак молочной железы. Надо сказать, что рак молочной железы вышел на первое место среди всей злокачественной патологии, среди женщин. И занял твердо первое место, обогнав такую патологию, как рак шейки матки, рак легкого, рак кожи. Ну, какая статистика по Украине? Приблизительно в год заболевает порядка 16 тысяч женщин, из них порядка 8 тысяч погибают. Еще раз, пожалуйста. 16 тысяч женщин заболевает и около 8 тысяч погибают от этого заболевания. В год по Украине 8 тысяч женщин купят от рака молочной железы. К сожалению, это такая статистика. Как выглядит ситуация у нас в Одесском регионе? За прошлый год мы диагностировали 935 случаев, что составило 73,5 на 100 тысяч населения. Городское население страдает от этой патологии гораздо чаще. чем сельское население. Так, в цифрах. Городское население составило 81,5 на 100 тысяч населения, сельское 55,7. Возникает логичный вопрос. Почему так? Ну, городская жизнь, безусловно, накладывает свои отпечатки. Это имеет значение и стресс, и та ситуация, в которой мы сегодня живем. Напряженность и в быту, и в практике, в жизни. В том числе, имеют значение такие вещества, как венспирены, которые, ну, значительное количество выделяется в городе. В городе это угарный газ, то есть продукты сгорания углеводородов. И они являются по своей сути канцерогенами, безусловно. И создают определенный фонд всей злокачественной патологии, в том числе и патологии рака молочной железы. Что следует указать и обратить особое внимание наших женщин? Мы говорим, что проблема рака молочной железы, с одной стороны, это визуальная форма. Это вот то, что можно увидеть руками, глазами и так дальше, и выявить на более ранних этапах. А с другой стороны, сложность составляет то, что мы привыкли обращаться тогда, когда на что-то болит. Рак молочной железы на ранних этапах, а порой и до поздних, до высоких стадий заболевания, абсолютно протекает без симптомов. То есть он есть, он развивается, он творит беду, он дает метастазы, а клинически, как правило, ничем не проявляется. И зачастую такая женщина обращается к нам из анамнеза, она утверждает, что вчера, неделю назад, обнаружила опухоль молочной железы и обратилась к нам. После осмотра мамолог предварительно может оценить ситуацию и приблизительно сказать, и мы говорим зачастую, такую вещь, что эту опухоль вы носите больше двух лет. То есть, понимаете, да, два года человек носит злокачественную опухоль, не зная об этом, она ничем и никак не беспокоит. Поэтому на это особое внимание мы заостряем люди, которые работают с этой патологией. Что же для этого нужно сделать, да, для того, чтобы избежать вот такой ситуации и не попасть в запущенные формы рака молочной железы, при которой очень сложно действительно становится лечить пациента. Для этого нужно помнить, что каждая женщина, мы утверждаем, достигшая полувозрелого возраста, раз в год должна быть осмотрена мамологом. А после 40 лет в обязательном порядке выполнена мамография молочных желез. Причем это является скрининговое, обязательное исследование, которое рекомендуется Всемирной Организацией Здравоохранения, и каждый здравомыслящий мамолог скажет, что это просто необходимость. Всегда ли достаточно, скажем, выполнять, пройти осмотр, сделать УЗИ и этим ограничиться? Нет, недостаточно. Почему? Потому что есть формы рака молочной железы, которые не определяются и опытными специалистами руками, и опытными УЗИстами на УЗИ, а определяются только на мамограмме. Таких форм их незначительное количество, и составляют они небольшой процент. Длинную долю действительно мамолог выставляет руками. Осмотрев женщину, ей молочные железы, и понимает, складывается в абсолютном большинстве достаточно точное представление о проблеме и о той патологии, с которой столкнулась эта женщина. Итак, раз в год мамография. Следует ли делать мамограммы в более молодом возрасте? Нет, не следует. Они малоинформативны, и они могут быть выполнены моложе женщинам, чем 40 лет, только по рекомендации мамолога в случае подозрения на злокачественную опуху. Следует ли чаще это делать? Нет, не следует. Потому что в том числе, безусловно, имеет место лучевая нагрузка. Из каких соображений мы исходим, что 40 лет делать мамограмму? Зачастую пациент спрашивает, а не вредно ли это? Не является ли это пусковым моментом формирования злокачественной опухоли в той же молочной железе или в другом участке? Когда-то выступал перед нами известный, достаточно профессор с Института радиологии Москвы. Это было порядка, наверное, лет 8 назад. И он ответил на эти вопросы, которые мы и сами задавали себе, и в том числе ему задали этот вопрос. Что же оказалось? Что для того, чтобы получить ту разрешающую дозу, на фоне которой может формироваться злокачественное образование, это о рентгене в целом, должно пройти порядка 35 лет, прежде чем сформируется опухоль. Понимается, да? Следовательно, мы берем возраст женщины 40 лет, средняя продолжительность у нас 75. Вот отсюда мы и исходим. Даже если она получит эту разрешающую дозу лучевой нагрузки от проводимой маммограммы, то реализуется она через 35 лет, то есть 75 лет. Что еще следует делать? Есть понятие так называемое самообследование женщины. Это наиболее простой и необходимый в том числе путь в ранней выявлении ранних форм рака молочной железы. Какие задачи должна ставить перед собой женщина? И как часто это делается? Это делается один раз в месяц. Обычно, когда женщина принимает перед душем или после душа, в ванной комнате, где имеют место зеркало, на какие вещи следует обращать внимание? На выделение из соска. То есть должна быть незначительная тракция на сосково-ареолярную область, есть или нет выделения из сосочка. Особенно обращается внимание, если появляются некие бурые или кровянистые выделения из соска. Второй момент обращается на симметрию молочных желез. Симметричные ли молочные железы? Или имеется нарушение, какая-то деформация кожи, мягких тканей в молочной железе? Третий момент. Обращаем внимание на кожу молочной железы. Нет ли подтянутых элементов, так называемой умбиликации, то есть втяжения на коже соска или участка кожи? Появление лимонной корочки, гиперемии, то есть изменения, которые необычные для кожи молочной железы. При пальпации обращает на себя внимание однородная ли молочная железа, или появляются некие образования молочной железы. Если вы обнаружили такое образование, в обязательном порядке нужно обратиться к мамологу в ближайшие времена. Всегда ли это злокачественная опухоль? Далеко не всегда. Зачастую это так называемое предопухолевое, предраковое состояние, которое решается нами. Ну, совершенно по-другому понимаете, да? Это не те операции, не тот объем операций, это достаточно эстетичные операции. И закрывается тема перспективы формирования злокачественного образования. Основная беда и ошибка, которые происходят в женщине, это то, что они, обнаружив опухоль, перед ним становится чувство страха. Страха, которое и элемент ожидания. Ожидание того, что опухоль это куда-то денется, куда-то рассосется, как говорят. И чувство страха посетить, например, онкологический диспансер. Или лечебное учреждение, где имеет местный умолк. Потерять молочную железу. Так я должен вам сказать следующее, что порядка 67% прооперированных женщин по поводу рака молочной железы, это органы, сохраняющие операции. То есть молочная железа не удаляется. Какие же факторы, которые способствуют тому, что более травматична, более обширная будет операция? Это запущенные формы рака молочной железы, при которых мы вынуждены выполнить мастектомин. Ну и на сегодняшний день в нашем учреждении в областном онкологическом диспансере идут целый ряд операций по восстановлению молочных желез. От нуля до тех молочных желез, которые по каким-либо эстетическим вопросам не устраивают женщину, мы проводим реконструкции, пластические операции по восстановлению молочных желез. И эти операции достаточно широко идут у нас. Что следует еще обратить внимание? Очень важно, чтобы женщина проходила лечение в специализированных учреждениях, там, где этой проблемой занимаются. К сожалению, на сегодняшний день достаточно часто пациенты начинают лечение в других лечебных учреждениях, совершая грубейшую ошибку, потому что очень важно, с какого метода лечения будет начато лечение. Это может быть хирургическая операция первым этапом, это может быть химиотерапия, это может быть плачевая терапия, это может быть гормонотерапия. И все это принципиально важно в плане перспективы выздоровления этой женщины. Достаточно сказать, что знакомясь с докладом директора института онкологии, директора института рака в городе Киеве, он выступил, товарищи Путин, Виктор Борисович, он выступил достаточно пространным докладом, из которого следовало, что лица, которые проходили, начали лечение и закончили в специализированных лечебных учреждениях, эффективность лечения на 20% выше. Это реальные цифры, которые мы понимаем и знаем. То есть иногда к нам приходят пациенты с других лечебных учреждений, после оперативного лечения перед нами стоит вопрос, оперировать ли их повторно или наблюдать, подвергнув определенному риску. То крайне неправильно. Для одесситов могу сказать, что в онкологическом диспансере создан настоящий маммологический центр по всем критериям оценки. В чем это выражается? Смотрите, создано целое поликлиническое отделение для пациентов с проблемой молочной железы, где ведут прием от двух до трех маммологов, где работают два кабинета маммографии систематически постоянно, где работает рентгенолог, который описывает маммограммы, только маммограммы и не другие, никакие рентгеноследования, где работает гинеколог-эндокринолог, и где выполняется УЗИ-исследование пациентам с проблемой молочной железы. Это поликлиническое отделение. И на это поликлиническое отделение работает два стационарных хирургических отделения, где работаем только с проблемой молочной железы. Больше в городе, ну я не знаю. Спасибо большое. Дубовна Равитинская, Владимиритерный фонд «Молодая гвардия». Работаете ли вы в направлении профилактики? Безусловно. Работаете ли вы в формате психосоматики для того, чтобы не доводить женщин до состояния операции? Психологи, социологи, насколько... Вы знаете, я бы сказал по-другому немножко, потому что всегда, когда приходит женщина, ты понимаешь, что ты имеешь дело с раком молочной железы. Очень существенный вопрос, который стоит перед мамологом, это вопрос, как донести эту информацию ему, мягко, неболезненно, насколько это возможно, но в том числе обязать эту женщину заниматься этой проблемой сейчас, а не потом, ни через месяц, ни через полгода, ни через год. И каждый раз мы, обыгрывая эту ситуацию, принимаем порой непростые решения для того, чтобы довести и убедить эту женщину в отношении необходимости заниматься лечением. Что касается профилактики, как в таковом плане, ну вот сегодня мы с вами беседуем, я полагаю, что эта информация поступит к нашим одесситам и одесситкам. И обычно после таких выступлений, моих и моих коллег, возрастает количество, безусловно, женщин, которые посещают онкологический диспансер. Я подчеркиваю, что это должны быть женщины, которые считают себя абсолютно здоровыми. Ничего не будет, никакой проблемы нет. Но после 40 лет они должны обязательно сделать маммографию. И, будь добрый, насколько вы работаете в формате семьи? Обычно считается, что проблемы именно женские, это результат того, что нет гармонии достаточной в семье и с мужчиной. Спасибо. Знаете, у нас работают, конечно, психологи. У нас работает некий центр, так называемый «Виктория». Это женщины, которые перенесли лечение, то есть имели место в хирургическую операцию, лучевая терапия, химиотерапия. И они работают с пациентом, который диагностирован рак молочной железы. Что касается семьи, то, скорее всего, мы не работаем, к сожалению, в этом ключе, потому что на это просто не хватает у нас возможности. Мы работаем с пациентом, который к нам обратился. Мы, безусловно, проводим и профилактическую работу. В каком плане? Есть у нас публикации, есть выступления по телевидению, есть по радиовещанию. Мы обязательно, когда выезжаем в районы, встречаемся с медицинскими работниками районных лечебных учреждений. Мы пытаемся напечатать обязательно какую-нибудь статейку в районных газетах. Все это действительно осуществляется реальным. И, безусловно, это приносит определенные вопросы. Разрешите? Дмитрия Новский, у меня несколько более конкретных вопросов. Первое, скажите, какова тенденция по вашему мнению? Вы назвали цифру за нынешний год. В прошлом году 935 человек. Сколько в этом году? 635. В этом году 613? Сейчас точно вам скажу. За 9 месяцев у нас есть информация. Это 644. 644? Да. По области. Да, тенденция. Больше, последние 20-е годы меньше. Вот как? Что если вы? Смотрите, 12-й год, это было 950. Сейчас. Это по области. 13-й год, 907. 14-й, 931. В общем, цифры 930 в этом ракурсе. Скажите, какова смертность? Вот по Украине вы сказали, что это половина. Так оно и есть, к сожалению, и в Европе тоже. По-удесской области. Беда определяется, вот эта смертность очень много зависит от того, на каком этапе пройдет пациент, как вы понимаете. То есть, смотрите, выживаемость с первой стадией, статистика, с ней спорить не приходится, 96-97%. Выживаемость с первой стадией, хотя она делится на А, Б, С, 96-97%, вторая 67% до 70%. Ну и, соответственно, третья уже падает до 42%, четвертая задача состоит уже, мы ставим задачу, вот при четвертой стадии, отдаленные метастазы, легкие, печень и т.д. Вроде, казалось бы, совершенно безнадежная ситуация, лечить не надо, не следует. Нет, лечить обязательно нужно, и мы такой категории больных, продлевая жизнь, улучшаем качество жизни. Когда пациентка может жить и 10, и 15 лет, даже с четвертой стадии. Очень важна психологическая поддержка того, что меня спасли в этой ситуации. Понятно. Хорошо. Можно ли бы сказать, какова ситуация в районах области? То есть, с детства понятно, он концерт в Кинске, считается, в черте города. А что делать женщинам из районов области, с отдаленных, как раз на Окнянского, Водовского? Куда им обращаться первоначально? Мы обязываем, смотрите, как ситуация выглядит в районах. То есть, здесь, как правило, это хирурги, мамологи, которые выполняют хирургическую работу, являются хирургами района и выполняют функцию мамолога. У них есть, безусловно, мы требуем, чтобы они создавали диспансерные группы, приотопу кулевой, и динамическое наблюдение за больными, которые получили уже специальное лечение в городе, в онкодиспансере, и вернулись к себе для динамического наблюдения. Онкологический диспансер осуществляет такой контроль в выполнении этой работы. Выездами в районы с контролем специалистов. Я правильно понял, тенденция такая. То есть, если кто-то обращается в районную больницу, если он видит, что есть необходимость, он направляет ее к маму. Я вам скажу, что мы не ставим никаких барьеров для любого пациента, что городского, что сельского, имея только паспорт. Пожалуйста, приезжайте, никаких проблем нет. Вас примут, кто смотрит. Последнее, что я хотел вас спросить. Суждение географии, просто география Украины такова, что есть усиленные пункты у соседних областей, которые гораздо ближе, вот, если Николай Аштулась приехать в Одессу, чем в Николай. Примите ли вы жителей другой области, если дату прийти в Курск? Я вам хочу сказать, я как врач, я приму любую. Понимаете? Но только коснется вопроса, что с ним делать дальше, потому что проконсультировать я могу, называется, официально, не официально, как хотите, я ее приму. Вот стоят в очереди, мне зарубят карточку. Доктор, вы примете? Да, приму. Я доктор, я приму. Но как только станет вопрос, что этого пациента нужно оперировать, ему нужно идти к главному врачу, получить резолюцию. Не потому, что это бюрократия. От нас это требует. Исходя из чего? Из чего? Я объясню вам. Требует, исходя из того, что облсовет выделяет конкретные деньги на жителей своей области. Во всяком случае, нам так побеседует. Поймите, что мы в этих формальных вещах не участвуем. Но такое существует реально. И, ну, как правило, администрация не отказывает. Я понял, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Будьте добры.